Всем привет, ребята, меня зовут Компот, и добро пожаловать на моё новое видео, и вы не представляете, как же я хочу жрать, и... О, наконец-то я дошёл, наконец-то! В общем-то, ребят, рассказываю вам предысторию, я устал от своей деревни, житель номер 13, и решил выбраться отдохнуть тут буквально дня на три. Я нашёл на одном сайте прикольный отель, ребятки, и он вот как бы перед нами уже, это трёхэтажная кузница, ребятки, вот так вот она выглядит, и блин, хоть бы там была еда, я так хочу. Я уже написал вот этому арендодателю, сказал, что я, в принципе, уже подхожу, и... Здравствуйте, жители, я у вас тут отель бронировал на имя Компот, не подскажете? Это вы? О, да-да-да, здравствуйте, здравствуйте, да, это я, с вас четыре зубрутика, вы забронировали на три дня, правильно? Да-да-да, абсолютно верно, вот, держите, два-три, пожалуйста. Всё, Роман Компот, пожалуйста, проходите, отель в вашем распоряжении, еда, в принципе, у нас есть снизу и сверху, там в холодильнике лежит, в принципе, я только что загрузил её туда. Всё, хорошо, спасибо, слушайте, а можно нескромный вопрос? Вы как-то не очень похожи на обычного жителя, у вас какой-то халат синий, вы врач или что? Нет, я по совместительству учёный, ставлю всякие эксперименты, ну и также себе отель отстроил, вот сдаю, подрабатываю. Ну, подработка ещё никому не помешала, ладно, извините, я пойду, во-первых, я очень устал, долго довошёл, во-вторых, я есть хочу, не могу просто. О, ребят, я зашёл, так, чё тут у нас есть поесть, вкусняковые? Блин, ну сладкое это не еда, чё тут, яблоки, не, я этого не хочу. Давайте вообще, ребят, сначала с вами отель отсмотрим, вот этот вот, который я заехал. Знаете, чё, ребят, я заметил, я заметил, что эта деревня, вот чем-то, серьёзно говорю, похожа на деревню жителя номер 13, ну не знаю, вот чем-то да похожа. Ну ладно, хорошо, а эта деревня жителя, по-моему, номер 64 или как-то так, я, если честно, не помню, но отель тут реально бомбезный, отзывы у него хорошие. Ладно, хорошо, давайте поднимемся на второй этаж, чё тут у нас на втором этаже? О, а на втором этаже это спальня и кровать удобная такая, смотрите, двойная, можно тут спать, кайфовать, вообще супер. Смотрите, есть свой гардеробчик, также есть тут будильник, мне надо его сразу нафиг выбросить из окна. Смотрите, второй этаж, вот балкончик у нас на втором этаже. Э, здорово, сосед, здорово, овечка. Так, чё тут у нас ещё интересненького есть? Третий этаж, и чё это? Это кухня, а я так жрать хочу, а тут есть чё-нибудь из еды? Так, в этой, в этой полочке пусто, тут у нас тоже пусто, пусто, а тут чё-нибудь... О, а вот тут, ребята, в холодильнике есть, чё-то нормальное, что это? Стейк, ребята, это то, что мне как раз-таки не хватает, то, что мне не хватает, вот три штучки, думаю, съем. И попить есть, ребятки. Давайте возьмём вот это вот зелье, в принципе, я не против. А это что ещё такое? Не понял, чё это? Я не знаю такую еду. Самая вкусная конфета без калорий. Без калорий, ребята. А вот это интересно. О, тут и чашечка чая для меня. А вот чаёчек с конфеткой я пригубил, ребятки, я бы пригубил. Ну, стейк, ну сколько в нём калорий? В нём дофига, он жирный, сочный, вкусный стейк, но... Блин, не-не-не-не-не, лучше, ребятки, давайте съедим конфету без калорий. Нафиг нам тратить эти калории, вот серьёзно вам говорю. Сейчас как будем жирными, не-не-не, я тут отдыхаю, поэтому давайте съедим... А, ё-моё, что? А, что со мной произошло? Чего? Чё со мной происходит? Я не понял, эй! Эй, кто-нибудь, помогите! Что со мной, ребята? Что? Тихо, чё со мной произошло? Чё со мной произошло? Эй, конфета? Конфета? Чё за конфетка такая? Я не понял, ребята! Это что ещё такое? А! Тихо, 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 тихо. Что произошло, ребята? Ребят, мне очень страшно, я не понимаю, что произошло, но я... Я какой-то большой. Я как этот церковь, я как этот отель. Смотрите, ребята, я по росту как этот отель. Что, что происходит, я не понял. Эй, конфета без калорий, давай-ка назад, давай назад. Что за фигня, ребята, почему я такой гигант? Я не понимаю, что со мной произошло, что со мной произошло. А я могу поесть? Да, я могу поесть нормально, но почему я такой огромный? Я даже не могу войти в свой отель назад, эй, верните бабки. Что за фигня происходит, я не понял. Смотрите, я даже могу с легкостью на дом запрыгнуть. На церковь могу запрыгнуть. Вот сюда вот могу, на верхушку церковь запрыгнуть. Что происходит, ребят? Мне кажется, или только что я увеличился в размерах. Хотя, стоп. Нет, я по совместительству учёный. Ставлю всякие эксперименты, ну и так же себе отель отстроил. Вот, сдаю, подрабатываю. Погодите-ка, где этот учёный, я не понял? Эй, житель учёный, ты где? У меня к тебе серьёзный вопрос. Где этот чёртов житель учёный? Сейчас я ему устрою. Житель, учёный, ты чё мне там подложил в этот отель тупой? Я не понял. Ребята, где он? Где этот житель находится? Так, в том доме никого нету. Может тут... Ё-моё, блин, господи, я тут застреваю. Погодите, я вижу там какой-то синий халат. Я вижу там какой-то синий халат. Минуточку, минуточку. Эй, житель учёный, ты здесь? Житель учёный, от меня не спрячешься. Эй, житель учёный, ты тут вообще? Чё с тобой и чё ты творишь? Эй, хватит. Это я к тебе хотел задать вопрос. Чё с тобой и чё ты творишь? Ты чё устроил? Почему я стал гигантом таким? В смысле? Гигантом этого не могло просто произойти. Как это произошло? Как это произошло? Да после вот этого твоей конфеты без калорий. Смотри, я съел вот эту вот конфету и превратился вот в этого гиганта. Чёрт возьми, чёрт возьми, чёрт возьми, компот. Не паникуй, не паникуй. Сейчас я тебе всё объясню. В общем-то, компот, я, когда мне пришла твоя заявка о бронировании отеля, там не было вообще еды. Я решил загрузить туда немного еды. Но я взял, купил еды, вырастил еды, приготовил, начал загружать и параллельно проводил опыты на конфеты, которые могут уменьшать и увеличивать людей. Я их изготавливал, изготавливал, изготавливал и, видимо, не заметил. Они затерялись у меня среди еды. Я тоже её закинул к тебе в холодильник. Это случайно произошло. Она не должна была туда попасть. Нет, конечно, хорошо, что не должна. Все дела, что ты ошибся. Но чё мне теперь делать? Я теперь гигант. Я ни в один дом не пролез. Меня жители домой не пустят. Это бред. Я как полдеревни размером. Житель, что мне делать? Тихо-тихо, Габот, не волнуйся. Во-первых, я верну тебе деньги за то, что вот такой конфуз произошёл с отелем. Да, я верну. И прямо сейчас я изготовлю для тебя конфету, которая вернётся в прежнее состояние. Зайди ко мне буквально через пару минут. Я как раз её создаю. Давай, жители, чтобы побыстрее, давай там. Ребята, 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 вы посмотрите, какой я стал гигант. Я даже очень быстро блоки могу ломать. Это забавляет меня, смотрите. Но, блин, то, что мне неудобно, это, ребятки, это факт, конечно. Смотрите, какой я огромный. Я могу просто вот так вот паркурить по домам. Но меня это не устраивает. Я хочу прежних размеров быть, чтобы выходить в дверь нормальной, ребятки. Наедаться нормально. Смотрите, я даже печку не могу, ребятки, открыть, потому что она слишком маленькая. У меня туда рука не влезает. И для меня вообще еда вот эта вот фиговая, она меня вообще не насыщает нормально. Для меня нужна вообще гиперогромная еда. Я не знаю, что мне теперь делать. Кработ, заходи. А, да, житель, да, житель. Ну что, ты подготовил конфету новую? Да, вот, держи. О, спасибо, житель. Спасибо, спасибо большое. Всё, 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 окей, окей, всё. Ребята, всё, мне дали новую конфету. Наконец-то, я уж напугался. Я думал, что я вообще стану супергигантом. Давайте съедим её. Её! Что? 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 Что, ребята? Я стал ещё больше. Я стал гипергигантом. Вы посмотрите, мне теперь даже прыгать не надо. Помните, я прыгал, чтобы забраться на отель? А теперь мне даже прыгать не надо. Смотрите, опа, всё, я на отеле. Я стал ещё больше. Чёртов житель, что он натворил? Смотрите, я теперь гипергигант. Я больше всей деревни. Я больше её в несколько раз. Я бы даже сказал, где-то раз в 16. Что за бред, ребята? Что за трэш? Я не понимаю. Житель! Оп, с ошибочкой вышла. Я тебя сейчас за твою ошибочку. Я тебя весь дом разломаю. Понял? Я тебя вообще суперсильный. Я гипербыстро блоки ломаю. Тебя тут всё сейчас сломаю. Не-не-не, не ломай. Если ты не сломаешь, я не сделаю нормальную конфету. Ты какую конфету? Ты нифига не можешь. Ты никакой не учёный. Ты, блин. Я не знаю, как тебя ещё назвать. Всё, скорую вызывай. Скорую мне нужно что-то с этим делать. Спокойно кому, спокойно. Просто верни мне две конфеты. Я отделю там то, что нужно. И создам тебе нормальную. Я тебе не верю, житель. Всё, пока. Пошёл ты нафиг. Слушай, пошёл ты нафиг. Я могу даже булыжник руками ломать. Работа, верите мне. Последний раз. Я тебя прошу. Ну, сам подумай. Кому ты сейчас ещё побежишь? Некому ведь. Ладно, фиг с тобой, тупой житель. Получай свои конфеты. Всё, ребята. Это какой-то трэш. Я не могу. Смотрите, я с гипербольшой скоростью передвигаюсь. Я просто бам-бам-бам-бам-бам-бам. Блин, надо ему назад вернуть, ребятки, эти конфеты. Пусть он изготавливает. Всё. Я теперь ни в шахту, ни в дом не могу зайти. Надо ещё, кстати, лошадей, ребята, обходить. А то раздавлю. Так, жалко ведь лошаду же. Ну, посмотрите, я просто гигант, который просто не замечает деревню и идёт. Посмотрите, я просто иду. Деревня для меня вообще не помеха. Вообще. Могу так вот прыгать. Я представляю, жители сейчас, наверное, гиперземлетрясение там происходит. Они, наверное, вообще, ребят, в шоке. Кработ, всё, я создал. Я создал, не волнуйся. Ну всё, жители, я доверюсь тебе последний раз. И не дай бог, это не рабочая конфета. Я всю вашу деревню разнесу. А твой отель я вообще вот так вот по щепкам разберу, понял? Ладно, ребят, поехали. Если я сейчас стану ещё больше, то просто, ребят, прощайте. Меня уже не вылечить этот учёный. Он не учёный нифига. Да ладно, да ладно, ребята, да ладно. Я нормальный? Погодите, я хочу проверить. Я хочу проверить, нормальный ли я и... Я нормальный. Я могу печки открывать. Я нормальный. Я могу печки открывать, ребята. Я нормальный. Слышите меня? Я нормальный. Ха-ха. Я счастлив, ребят. Я просто счастлив. Я счастлив, что я стал нормальный, ребятки. У, не, я больше не ногой в эту деревню, не ногой в этот отель. Всё, ребята, я выезжаю из этого отеля. Мне тут вообще не понравилось, ребят. Пойду только у этого жителя, деньги заберу Слушайте, ну, с одной стороны, это было прикольно Вот что вам скажу, гигантам было прикольно, но очень страшно Реально очень страшно Вы поставьте себя на моё место, если вы говорите, что я трус Поставьте себя на моё место, ребята Это просто жесть Если вы хотите ещё подобных роликов То ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал Я побежал в свою деревню, только сейчас у жителя Деньги заберу за отель Всё, всем удачи, ребята, всем спасибо и пока Я больше в этот отель не ногой Ну, только если за ваши лайки